С ремнем или без ремня? Вроде все просто, так? В сегодняшнем видео у меня для вас подготовлено пять ситуаций, когда не совсем ясно, как поступить. И если все напутать, то вы будете выглядеть глупо. Первая ситуация. Ваши кожаные изделия не совпадают. Это базовое правило в мужском стиле, когда цвет ваших ботинок должен совпадать с цветом ремня. Но как быть, когда у вас нет подходящего ремня, который бы совпадал по цвету? Стоит ли надевать ремень в такой ситуации? Первый вопрос, на который стоит ответить в такой момент, это, можете ли вы вообще надеть эти штаны или брюки без ремня? Если они начнут падать, не имеет значения, какого цвета ремень или что это за стиль. Просто лучше, чтобы он был. Потому что ничего не может быть хуже, чем если в середине презентации ваши штаны упадут. Или когда вы просто идете, никто не хочет смотреть, как вы подтягиваете свои штаны. Носите ремень, даже если это не стопроцентное попадание по цвету с обувью. Но думаю, что стоит поискать и вложить немного денег в ремни, которые подходят под обувь. Темнокоричневый или светлокоричневый. Если у вас бордовые туфли, то возьмите себе бордовый ремень. Старайтесь подобрать максимально близко, но это не критично. Если у вас совсем не выходит найти подходящий цвет, тогда можете пойти от обратного и взять ремень, который вообще не пара. Такая комбинация, конечно, будет необычная, но она будет хорошо работать. Они вообще ни одного цвета. Сценарий номер два. Эти джинсы отлично сидят на мне. Зачем мне надевать ремень? Это хороший вопрос. И, конечно, не всегда надо надевать ремень. Даже если на штанах есть петли. Если они вам по размеру, это ключевой фактор. Ваши штаны должны на вас сидеть правильно. Вернемся к предыдущему пункту. Никто не хочет видеть, как с вас падают штаны. Предположим, что у штанов идеальный размер. Когда же все-таки их можно носить без ремня, будь то джинса или брюки? Все это связано с тем фактом, будет ли это видно кому-нибудь. Если вы носите костюм, где есть пиджак, который закрывает брюки, то в таком случае ремень можно и не надевать. Но в том случае, когда брюки на вас сидят хорошо, и никто этого не увидит. Некоторые мужчины предпочитают не надевать ремень, потому что им так комфортней, или любая другая причина. То же самое относится и к джинсам. Если ходить с рубашкой на выпуск или спортивными джинсами с пиджаком, то можно отбросить ремень. Воу-воу, Антонио, ты говоришь, что если я заправлю рубашку в джинсы, то мне обязательно надо надеть и ремень? Мой ответ – да. И причина тут проста. Ваш вид не будет выглядеть законченным. Это как носить пиджак без карманного платка. Ремень завершает образ. Вам не обязательно прибегать к скучным вариантам. Можете поэкспериментировать с необычными аксессуарами и сделать их частью вашего гардероба. Или воспользоваться классическим решением. В конце концов, господа, если на штанах из петли для ремня и ваш пояс будет выставлен на обзор, тогда надевайте ремень. Пункт номер три. Выбираем размер ремня. Не все ремни сделаны одинаково. Некоторые толще, другие тоньше, одни ремни длиннее, другие короче. Так что уделите время и найдите ваш размер ремня. Но как? Классический ремень в ширину имеет 2,5-3 сантиметра. Если говорите его длиннее, правильно после того, как вы его застегнете, чтобы у вас оставалось сантиметров 10-12 наружу. Все зависит от вашего размера и пропорций. Если у вас рост под 2 метра, тогда можете оставить и до 15 сантиметров ремня. Если вы ростом 160 сантиметров, то вам лучше подобрать длину, чтобы оставалось 7,5-10 сантиметров ремня. Ремень у меня в руках является повседневным. Он в ширину почти 4 сантиметра. А все, что больше 3,5 сантиметров, относится к неформальным ремням. Те же правила относится и к концу. Лучше оставить 12-15 сантиметров. Но это зависит от ваших размеров. Ситуация номер 4. Вы только что купили себе классную пару подтяжек. Вам нравится, как они выглядят. Вы возбуждены и хотите надеть их, думая, что будете отлично выглядеть. Но что происходит? Бордовые подтяжки и бордовый ремень. Могу ли я их совместить? Ответ нет. Выберите одно либо другое. Подтяжки сделаны, чтобы держать ваши штаны. Ремень сделан, чтобы держать ваши штаны. Не надо использовать и то, и другое. Единственный случай, когда эта комбинация уместна, это в рабочих условиях. Например, когда вы надеваете ремень с инструментами и хотите распределить весы на плечи. Это имеет смысл. Но для большинства случаев нет. Выберите одно либо другое. Как это делается? Вы спросите. Антонио, ты сказал, если есть петли, то я должен надеть ремень. В случае костюмных брюк, петли можно аккуратно убрать. Это просто. Но зато комбинация подтяжки и брюки будет смотреться просто отлично. Но не стоит совмещать. Но что, если вы хотите надеть подтяжки с джинсами? Мой ответ, просто не делайте этого. Если вы настоящий модник, вы можете просто проигнорировать мой совет и можете рискнуть. Но джинсы, они просто не сделаны для того, чтобы носить их с подтяжками. Почему? Потому что подъем у них короткий и талия заниженная. Джинсы были сделаны для того, чтобы носить их с ремнем. Есть много других моделей брюк с высокой талией, которые будут хорошо выглядеть с подтяжками. Давайте обсудим пряжки. Главное правило гласит, чем проще пряжка, тем более формальной она является. На противоположной стороне у нас есть пряжки, которые привлекают к себе внимание. Большие, круглые, западные пряжки, которые популярны на Родео в Техасе. Да, это повседневные пряжки. Эта пряжка, она тоже повседневная. Все, что обладает некоторым отличием, камни или вставки из дорогих металлов, привлекает много внимания. Это все выходит за рамки обычного. На другом конце вот такие пряжки. Это классическая пряжка. Все очень просто. Компания Enson делает такие вот комбинации, в результате получается отличная классическая пряжка. Да, правило о простоте, которое я сказал в самом начале, не всегда сохраняется. Эта пряжка классическая, а вот эта пряжка, из-за того, что она большего размера, она больше относится к неформальным моделям. Также дополнительная металлическая вставка добавляет ей повседневности. Итак, друзья, надеюсь, это руководство поможет вам быть более уверенным в том, что вы выглядите хорошо, когда надеваете ремень. Если я что-либо упустил, то дайте мне знать в комментариях.